Город Долину во всей своей красе. Это была не лучшая идея. Кто только не населял эту долину. Иберийские племена Ауситан жили здесь еще в IV веке до Рождества Христова. От них остались только черепки, бусинки, развалины поселений, в которых усердно копаются молодые и не очень молодые археологи. И еще название района Асона, центром которого и является Бик. Сама же долина Бика окружена со всех сторон горами. И она чем-то похожа на тазик. Нет, даже на огромное-огромное корыто с крутыми стенками. Корыто, которое называют свинским край. И не потому, что здесь проживают свиньи, хотя их здесь в достаточном количестве, а потому, что из этих свиней делают самые лучшие в Каталонии колбасы. Барселона находится там. Но несмотря на то, что это относительно близко, здесь, в долине, зимой бывают минусовые температуры. И это никого не удивляет. Минус 4, минус 2. Местные жители называют микроклимат 9 месяцев зимы и 4 месяца ада. Сейчас мы находимся в периоде ада. Это начало июля. Температура 35 градусов, поэтому очень жарко. И для тех, кто поедет в Бик летом, надо выезжать рано утром. А для тех, кто поедет зимой, конечно, лучше приехать в этот город к обеду. Но мы уже приближаемся к Бику, и мечты уходят в сторону сокровищ кулинарных. Так знайте, Бик – это без преувеличения свинская столица Каталонии. Потому что такого количества производимых продуктов от матушки свиньи не встретишь, пожалуй, нигде в королевстве. Да-да, именно здесь делают знаменитую колбасу Фуэт. Сотни и сотни разновидностей. Именно здесь производят не менее знаменитый Сальчичон де Бик. И множество других свинских вкусностей, которые, поверьте, вполне заслуживают свою славу. Вы только посмотрите на это! Зато в Бике не надо мучиться вопросом, что же отсюда привезти. Конечно, колбасу. Но если вам не нравится свиная колбаса, то можете привезти брелок в виде колбасы. Но перейдем к вечному. Хотя что может быть более вечным, чем еда? Во II веке н.э. сюда пожаловали римляне и основали колонию Викус. Жителями римских колоний были легионеры, которые умудрились дожить до пенсии. Они получали на дело земли и выходные пособия. А местным жителям приходилось потесниться. Следы римской эпохи – это, конечно, не черепки. Потому что римляне любили построить нечто глобальное, огромное – амфитеатры, храмы, цирки, чтобы все видели, какая мощь пришла. И тут уж черепками ничего не докажешь. Нужно что-то монументальное. И монументальное нашлось в Бике. Правда, нашлось аж в XIX веке. В центре города нашелся целый римский храм. Храм, построенный во II веке, одна из подлинных архитектурных жемчужин времен Римской империи на территории Пиренейского полуострова. Но чтобы понять, как такое могло случиться, все-таки не иголка в сене, а целый храм, нужно окунуться в прошлые века. Римская империя, как известно, пала. И сюда пришли вестготы, а за ними и сарацины. В IX веке у графа Урджелесу Нефреда I родился сын. Его назвали Вильфред. Но в историю он войдет, как Вильфред Волосатый, граф барселонский. Говорят, что у него волосы росли даже там, где ни у человека, ни у животного не растут. На ладонях, что ли? Не важно. А важно то, что именно он, Вильфред Волосатый, отвоевал каталонские земли у мусульман. А по всей Каталонии начинают строить замки. В Вике тоже был построен замок. Но шли века, и в итоге замок Вики постигла судьба Колизея. Он превратился в карьер. Представьте себе тушу кита, которую азартно обгладывают акулы. До той поры, пока не останется один скелет. Нечто подобное происходило и в Вике. Мало-помалу части средневекового замка исчезали, и внезапно стало понятно, что стены центрального патио – это часть гораздо более древней конструкции. Вот так миру явился римский храм, реставрация которого продлилась целых 77 лет. Не устояли перед временем и крепостные стены Бика. Стены, которыми начал окружать себя город еще в 12 веке. Но города начинали расти, и стены мешали развитию. Хотя в Испании есть город Луга, который сохранил даже римские стены. Жители просто перешагнули через них и начали отстраивать дома за пределами стен, тем самым сейчас привлекая многих и многих туристов со всего мира. Что касается города Бик, то он обзавелся стенами еще в 12 веке. Правда, стены эти были сложены как попало. Поэтому через 200 лет пришлось перестраивать довольно захудалые конструкции Бика. Части этих сооружений вы сможете увидеть и сейчас. Новая защитная стена Бика имела толщину 1,5 метра, была снабжена зубцами и башнями. С наружной стороны был вырыт ров шириной около 8 метров и глубиной около 5. Правда, сейчас от рова уже ничего не осталось. А стены сохранились только частично. Остальное же было разобрано по камушку и использовалось в других сооружениях. Бесследно в горниле времени исчезли и фонари Антонио Гауди. Да, нашего Гауди автора Саграда Фамилия в Барселоне. В Бик архитектор приезжал подлечиться от ипохондрии. А так как без дела сидеть не мог, то и спроектировал фонари для главной площади города. На открытии явились славные светские церковные лица. Но не ищите их, этих фонарей, ни на главной площади, ни в любом другом месте их нет. Потому что через 12 лет те же лица с удовольствием уничтожили фонари Великого Зодчего. Как записано в муниципальных бумагах, сложные подвесные металлические конструкции при малом ветерке начинали звенеть, мешая размеренному течению жизни горожан и нарушая святое. Расслабиться и вздревнуть во время сиесты. Конечно, фонари можно было перенести в другое место. Но, честно говоря, горожане давно превратили основание большого фонаря в отхожее место. И похоже, что были рады избавиться от свидетельства собственного бескультурья. Думается, что если бы горожане знали, какой славы достигнет гений Гауди после его смерти, они бы охраняли эти фонари, как зеницу окон. Но что сделано, то сделано. А мы с вами уже добрались до главной площади города Бик. Пласа Майор имеется в любом испанском городе и даже в деревне. Но главная площадь Бика может по праву гордиться своими размерами. Вы можете застать ее такой, или такой, или такой, или даже такой. Несмотря на то, что корзина пару раз шмякнула, а посадь дома, а потом загорелся и воздушный шар, все закончилось благополучно. Вик провинциален, уютен, живописен и хорош. В нем есть все, что так привлекает истинных любителей старины. Фрагменты средневековых крепостных стен, искривляющиеся по хлище поросячьего хвоста улочки полутораметровой ширины, сплетающиеся в немыслимый лабиринт, 40 церквей, во главе с монументальным кафедральным собором. Кафедральный собор Святого Петра появился в городе еще в XI веке, и, видимо, это был монументальный собор. Правда, от него осталась только башня-колокольня, да крипта. Но опытному путешественнику достаточно бросить всего лишь один взгляд на 46-метровую звонницу, чтобы понять, такая колокольня могла принадлежать только очень внушительному храму. А так как город был разделен на две части, одной частью правил архиепископ, а другой граф, то и деньги со сборов у каждого были в достатке. И церковь постепенно прибыла новыми квадратными метрами. Что касается наших дней, то интерьеры кафедрального собора смогут вас удивить, а кого-то даже и напугать. Во всяком случае, эта церковь не похожа на другие каталонские церкви. Но молча походим и посмотрим, как здесь все устроено. Субтитры создавал DimaTorzok на другие каталонские церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Святого Антони Марии Кларета Целая церковь-гроб. И если при жизни кто-то готов прихвастнуть драгоценностями, автомобилями, роскошными яхтами и домами, то по завершению жизни, когда ассортимент в магазине под названием «Тщеславие» сильно сужается, нам остаются надгробные памятники, усыпальницы, гробы или покосившийся крест на дальнем погосте. Хотя вы можете быть Наполеоном или Блаженным, как Антони Мария Кларет, тогда для вас построят нечто монументальное. Да, факт остается фактом. Монументальная церковь в стиле римского барокко была возведена с единственной целью стать усыпальницей Антони Марии Кларету. Храм-усыпальницы архитектора Рибаса был завершен в 1970 году, как раз к столетию с момента смерти Блаженного. Но почему мощи святого хранятся именно в Бике? Потому что в этом городе он основал главное дело своей жизни – конгрегацию сыновей миссионеров непорочного сердца Марии. Сама королева Изабелла II избрала его своим духовником. А римские папы канонизировали его и созданная им конгрегация получила название Кларетинцы. Вот так выглядит расположенный в крипте гроб святого Антони Кларета. Эта церковь открыта очень редко только во время службы и нам сильно повезло. И очень жаль, что доступ туда возможен лишь оказионально. Даже нам удавалось попасть туда лишь считанное количество раз. День памяти святого и надо его запомнить 24 октября, потому что в день поминовения гроб открывают и тогда можно лицезреть такую, как для меня, так совершенно жуткую картину. Но такова судьба святых быть выставленными на обозрение или быть разломанными на части и растащенными по церквям и весям. По Биху протекает река Медр и она много лет использовалась с текстильной промышленностью. Именно это сделало речку канализации и укрепило представление о том, что река была своеобразной выгребной ямой. Сейчас она похожа на ручеек, но это обманчивое впечатление, потому что, как любая горная река, питающаяся дождями и талыми водами, она обладает вздорным характером. Медр может за считанные минуты из хилого ручейка превратиться в злой, мутный и могучий поток, который сносит все на своем пути. Недаром ложи для Медра выложены основательно. Так, 150 лет назад высота реки Медр достигала вот такого уровня. Вода поднялась внезапно, и за очень короткое время улицы Бика были смыты, а наводнение унесло животных, деревья, дома, а также сотни людей, живущих у реки. Тихий провинциальный Бик, но есть момент, когда город полностью меняется, потому что здесь с 6 по 10 декабря открывается знаменитая средневековая ярмарка. Ежегодный праздник, неизменно привлекающий в этот живописный городок сотни тысяч гостей из разных уголков Каталонии. По своему масштабу это, пожалуй, крупнейшее мероприятие подобного рода, побывать на котором считают своим долгом едва ли не каждый каталонец. Палатки ремесленников украшены в средневековом стиле, и точно так же под старину наряжены и сами продавцы своего товара. Кожевники, медники, кузнецы, оружейники, кого здесь только нет, представители тех профессий, из которых и состояло население любого города в средние века. И где-то рядом на соседней улице бьют барабан и выпивают другу бродячего оркестра. Какая же ярмарка без музыки и танца? Таким образом, всем, кто окажется в Каталонии в начале декабря, рекомендую, если будет возможность, обязательно посетите средневековую ярмарку в Вике. Она того стоит. А перед рождественскими праздниками здесь устанавливают дерево желаний, где каждый может подойти, записать свое желание и прикрепить на это дерево. А потом, а потом ждать его исполнения. Вик дает возможность увидеть настоящую Каталонию, совсем не похожую на шумную, интернациональную и порочно-гламурную Барселонию. В Вике, который со всех сторон надежно защищен горами, живут по другим законам и кажется в ином измерении. Чем этот город и притягателен в первую очередь. А мне осталось пожелать нам всем мирного неба над головами и много интересных путешествий. А когда вы будете в Барселоне, то помните, что мы приглашаем вас на наши экскурсии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова